В Венсполсе проходят игры трех мячей. Как и каждое лето в соревнованиях по мини-футболу, уличному баскетболу и волейболу силами меряются разные команды, участниками которых являются не только профессиональные спортсмены, но и просто энтузиасты. Уже прошли первые соревнования по мини-футболу. По словам организаторов, число желающих принять участие с каждым годом не уменьшается, а это значит, что традиция проведения соревнований по уличным играм с мячом понравилась любителям активного времяпровождения. Количество команд постоянно меняется. В первый год было 8 команд, затем их стало больше 10, где-то 12. В прошлом году было 17, а в этом году немного меньше 15. Но мы поняли, что для того, чтобы обеспечить качество, максимальное количество команд может быть где-то 15, 16, 17. Столько мы можем обслужить. Команды играют каждое между собой, чтобы было честно. В этом году принимают участие команды из Венсполса и Венсполского края. Участники очень разные. Сначала мы задумывали соревнования для венсполчан больше, для любителей, для мужчин в возрасте, но заявились команды из Блазмы. В прошлом году участвовала команда из Таргова, правда, в этом году ее нет. Самая универсальная команда – команда из Тауса, победитель прошлого года. Эта команда, в принципе, играет в футзал, но хорошо у них получается и в баскетбол, и в волейбол. Надеемся, что и у венсполчан все получится. Венсполские команды есть тоже очень интересные. Главной задачей игр трех мячей по-прежнему остается найти универсальную формулу, чтобы стать лидером в общем зачете, а не поиск самого лучшего в одной из трех спортивных дисциплин. Мы в шесть вечера начинаем и до темноты заканчиваем. После работы мужчинам приятно собраться и поиграть, а потом идти домой. Видно, как они довольны, если победят. Бывает, что и проиграют, тогда переживают. Мы участвуем уже третий год, если не ошибаюсь. В нашей команде только работники предприятия. После работы мы можем размяться и хорошо провести время. У нас в основном баскетболисты и волейболисты, футболистов у нас нет, поэтому результат 0-0. Играем в обороне. Соревнования традиционно проводятся летом и проходят приблизительно полтора месяца. 22 июля начнется турнир по стритболу. 24 июля по этому виду спорта будут разыгрываться призовые места. Заключительными станут соревнования по волейболу, которые пройдут с 7 по 9 августа. После подведения результатов по трём дисциплинам станет известно, кто получит титул Короля Игр Трёх Мечей.